Экстремизм на национальной почве и проблемы коренных народов Севера. Эти вопросы обсудили в рамках межнационального диалога. За круглым столом встретились представители различных народов, проживающих на территории НАО и экспертов из других регионов. У терроризма нет нации. Не секрет, что это мировое зло. В разных формах его проявления существуют на всей планете, в том числе и в нашей стране. Только за 2020 год на территории России было совершено 397 преступлений террористического характера. Столь глободневный вопрос стал одним из основных в ходе дискуссий за круглым столом. Здесь собрались представители разных национальностей, проживающих на территории Ненецкого округа. Заниматься национальной политикой невозможно без обмена опыта с коллегами, без таких встреч. И я полагаю, что сегодняшняя встреча как раз таки позволит нам выработать какие-то позиции, определить приоритеты и обсудить нашу повестку на перспективу. Ещё одной темой для обсуждения стала профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. Это явление чаще всего становится частью идеологии терроризма, как следствие возникновения конфликтов по признаку вероисповедания. Тот религиозный ренессанс, который мы видим и в мире, мы видим и ренессанс религии в мусульманских странах, и в Китае, и даже в атеистической Корее у нас 2006 года функционирует православный храм. С одной стороны, обеспечивает укрепление и традиционных ценностей, духовную единство, но с другой стороны, к сожалению, несёт определённые риски, связанные с развитием тех самых деструктивных процессов, чаще всего они как раз религиозные. Уделили внимание и вопросу реализации государственной и национальной политики. Обсудить данный вопрос в Ненецкий округ приехал спикер из Красноярского края. Как показывает практика, помимо глобальных проблем, коренные малочисленные народы сталкиваются с трудностями, которые не регулируются законами. Важно именно нам, найдя общее понимание, выработать такие предложения так, чтобы нас и услышала Москва. Потому что не всё мы можем решить в рамках субъекта. Есть свои проблемы. У каждой территории, у кого-то оленеводство, есть определённо связано и взаимодействие. И поэтому, наверное, вот такие круглые столицы дают обмен и опыт. Ну, как эксперт готовы где-то внести и свои предложения, но где-то как бы тоже, может быть, чему-то тоже поучиться. Красноярский край имеет похожую специфику с Ненецким округом, где есть идентичные проблемы. И именно такие мероприятия, где представители разных народов не просто обмениваются опытом и ищут совместные проблемы, но и способствуют сохранению нации и бытия. По итогу встречи было принято решение создать резолюцию, где будут отражены все рекомендации.